Внезапная презентация. Какое гиперзвуковое оружие получит армия США? Замахнулись на гиперзвук. Гиперзвуковое оружие термин очень размытый. Для начала стоит сказать, что само по себе деление летательных аппаратов на дозвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые имеет под собой прочное физическое основание в лице и уровне взаимодействия таких аппаратов с воздушной средой. В то же самое время существует путаница. Гиперзвуковым оружием можно назвать и старую советскую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М и новую российскую аэробаллистическую ракету Кинжал. Ситуацию можно попытаться упростить. Настоящее гиперзвуковое оружие характеризуется не только способностью долгое время поддерживать скорость около 5 маха, но также, и это даже важнее, возможностью выполнять управляемый полет на этой скорости и эффективно наводиться на цель. Если говорить предельно просто, то современный комплекс гиперзвукового оружия напоминает беспилотный самолет-смертник, очень быстрый и крайне разрушительный. Одну из таких систем недавно представили публики. В конце мая Блок-центра анализа стратегий и технологий BMPD обратил внимание на новые данные об американском гиперзвуковом оружии, которое может резко повысить боевой потенциал сухопутных сил США. Материал армы, опубликованный на ресурсе, привез слова выступления руководителя управления ускоренного развития и критических технологий армии США генерал-лейтенанта Нила Тургуду во время его выступления на конференции Ассоциации армии США в Гонолулу, состоявшейся в мае текущего года. Как пишет BMPD, впервые широкая публика узнала о том, что именно будет собой представлять перспективное гиперзвуковое оружие для US Army. Речь идет о комплексе наземного базирования под незамысловатым названием Hypersonic Weapon System. Если говорить кратко, то это будет мобильный комплекс, который можно очень условно сравнить с транспортно-пусковой установкой 5П-85Т2 для зенитного ракетного комплекса С-400. Конечно, сугубо внешне, так как по назначению системы, мягко говоря, разные. С точки зрения возможной стратегии применения Hypersonic Weapon System, пожалуй, удобнее всего провести параллель с оперативно-тактическим комплексом Искандер. Но, опять же, новая американская система далеко не аналог советского комплекса с квазибалистическими ракетами. Со стороны Hypersonic Weapon System будет представлять собой двухконтейнерный комплекс, буксируемый тягачом Oshkosh M983A4, крупной восьмиколесной машиной, которую многие наверняка видели. Основа всей концепции многофункциональная высокоманевренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body, CHGB, которую сейчас проектируют сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США для сухопутных сил США, ВВС и флота. Также участие в исследованиях принимают эксперты агентства по противоракетной обороне. Версии для сухопутных сил США гиперзвуковые боевые части CHGB в исполнении Один хотят размещать на универсальных твердотопливных ракетах Работу над которыми также ведут сандийские национальные лаборатории. По мнению экспертов, боевую часть могут создать на основе боевой части способной развивать скорость 8 Маха и уже доказавшей это во время испытаний. При этом ракету тоже, возможно, построят на базе ракеты, которую применяли в рамках испытаний. Вообще вопросы унификации традиционно сильно влияют на приоритеты развития военных систем США. И этот случай не исключение. Кроме наследственности с проектом АХВ Известно и то, что для CHGB намерены применить стандартную американскую систему управления огнем ракетных войск и артиллерии. АФАТ Версии 7.0 При этом полуприцеп пусковой установки вполне вероятно представляет собой модифицированный полуприцеп отпусковой установки зенитного ракетного комплекса. ПАТРИОТ Характеристики системы Основываясь на дальности АХВ В почти что 7000 километров Эксперты делают вывод, что дальность действия ХАЙПОСОНИК ВЕПЕНС СИСТЕМ Может быть примерно такой. С другой стороны, некоторые неофициальные источники указывают на 6000, а возможно 5000 километров. Сам Нил Тургут отметил, что эта платформа оружия ХАЙПОСОНИК ВЕПЕНС СИСТЕМ ТОП УОР Не является дальнобойной артиллерией. Это стратегическое оружие, которое лидеры могут использовать на стратегическом уровне. Нужно полагать, более детальную информацию мы узнаем после начала испытания системы, которые намечены на 2021 ГОРД с испытательными пусками примерно раз в полгода. При этом стоит особо отметить, что уже в первой половине 2020-х военные США планируют развернуть первые ХАЙПОСОНИК ВЕПЕНС СИСТЕМ Эти планы, конечно, выглядят чересчур амбициозными, однако в любом случае комплекс станет головной болью для противников США, так как для перехвата гиперзвукового маневрирующего блока даже самые совершенные зенитные ракетные комплексы могут оказаться совершенно бесполезными. Гиперзвуковой полет в никуда. Но едва ли ХАЙПОСОНИК ВЕПЕНС СИСТЕМ станет ультимативной системой вооружения. Сразу стоит упомянуть про технические трудности, возникающие при создании гиперзвукового оружия, которые тоже давно всем известны. Прежде всего, это крайне непростая задача обеспечить эффективную работу системы наведения в условиях гиперзвукового полета объекта и, соответственно, сверхвысоких температурах. В этой связи гиперзвуковые ла, такие, как КОММЕН ХАЙПОСОНИК ГЛАЙД БОДИ, видятся прежде всего длинной рукой флота, позволяющей достать вражеские корабли, минуя их в систему обороны. Нужен ли подобный комплекс с сухопутным силам, сказать довольно тяжело.